Здравствуйте, в эфире программа Городские встречи. Я Марина Романюк и сегодня в нашей студии Дмитрий Самарский, президент Рязанской областной федерации лыжных гонок. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Несмотря на то, что лето в разгаре, лыжные гонки, казалось бы, не актуальны, но профессиональным спортсменам известно, что сейчас самый жаркий как раз сезон подготовки к зимнему сезону и в том числе проводятся чемпионаты. В частности, в скором времени в Рязани пройдет крупное всероссийское соревнование. Вот расскажите, пожалуйста, по-тругому. Да. Не только у профессиональных спортсменов. Известно не только профессиональным спортсменам, что летний период основной подготовительный, но и любительский, и детский спорт. То есть, без лета не будет зимы, как говорится. Да. А из знаковых событий то, что у нас впервые пройдет на нашей территории этап Кубка России по лыжероллерам. Проходить он будет в двух местах. Биатлонный комплекс «Алмаз», гонка с раздельного старта. И в лесопарке это будет суперспринт 150 метров. То есть, это знаковое событие, потому что еще ни разу наша область не принимала такие крупные соревнования. Ну да. С 2002 года, наверное, у нас здесь Центральный федеральный округ среди юношей проводился. И все. И с тех пор здесь у нас никаких вот таких всероссийских соревнований не было никогда. Чуть подробнее. Первый день в «Алмазе». Что такое вообще раздельный старт? В каком виде это будет? Интересно ли это будет просто прийти посмотреть? Кто будет участвовать? Может быть, от Рязанской области есть представители? От Рязанской области, да, будут представители. Человек, наверное, я думаю, 10 наберется точно. Это те, кто участвует на всероссийских соревнованиях. И юниоры, и юноши, и мужчины. Гонка с раздельным стартом – интересная вещь. Чем она отличается от масс-старта? В масс-старте сразу все одновременно стартуют. И кто первый приехал, тот и выиграл. В гонке с раздельным стартом сразу не поймешь, кто, где, как. То есть, каждый участник стартует друг за другом на расстоянии через промежуток времени 30 секунд. И потом, соответственно, как он финиширует, отнимается время, от которого он стартовал, и уже получается результат. То есть, спортсмены до финишной черты не знают своего результата. Иногда даже, когда электронного хронотража нету, в суде вручную считают, они очень долго ждут иногда. Суперспринт, 150 метров – это насколько зрелищно будет? Лесопарк более доступен, допустим, для рязанцев в том числе? Сколько будет участников? Ну, такие короткие, когда на виду спортсмены находятся, это всегда зрелищно. Вот эта борьба, очная борьба. Да. Суперспринт, квалификация. Сначала квалификация, также они через 30 секунд пробегают эти 150 метров. А затем уже финальная часть соревнований, там 16 человек проходят, и они уже по два человека стартуют на вылет, на выбывание. Если это этап Кубка России, то приедут какие-то именитые наверняка спортсмены. И вообще, сколько участников ожидается? Ну, порядка 150 участников. Ну, помимо того, что этап Кубка России будет, еще плюсом, параллельным будет проходить фестиваль лажерольных дисциплин. То есть, с профессионалами будут бежать любители. То есть, это смешанно. И это еще и, скажем так, возможность для любителей почувствовать себя на уровне выше, да? Получается так. Ну, там не совсем так. Они прям вот вместе не будут бежать, они чуть-чуть спустя какое-то время, но все-таки в один день два таких события будет. А вообще, лыжи-роллеры чем отличаются от обычных зимних беговых лыж? Одни ли и те же спортсмены участвуют в дисциплинах беговые лыжи? Вот уж в чем разница? Ну, смотрите, здесь у нас чем-то именно по скоростным лыжи-роллерам. То есть, есть этапы такие, где, допустим, трассы, лыжные, лыжи-роллерные трассы, они сложно проходимые. То есть, там можно проехать только на таких медленных тренировочных лыжи-роллерах. И там в основном проводятся соревнования такие, вот раздельный старт, либо там уже такие лыжники-лыжники. Это скоростные лыжи-роллеры. Вот. Поэтому здесь специфика немножко другая. Здесь больше техника приближена к конькобежному спорту. Вот. Если лыжники, это больше верхний плечевой поезд, то здесь больше как бы ноги работают. Со следующего года вроде как президент общероссийской федерации сказал, что в обязательном порядке на всех этапах будут присутствовать члены сборной команды России по лыжным гонкам именно. Вот. Ну, а в лыжи-роллерах, в скоростных, там свои звезды, они, может быть, не так известны в России. Но все же, как бы, ребята-то и чемпионы мира, и победители, и этап в Кубке мира. Вот такие вот приезжают к нам. В целом для Рязани это ответственный момент, организация этапа Кубка России. Но помимо вот таких важных, скажем так, соревновательных мероприятий, заметила, что в последние годы вообще стало популярно заниматься лыжи-роллерами. И в мемориальном парке постоянно люди с этим спортивным инвентарем. И в алмазе. Почему люди приходят и начинают этим заниматься, даже вот в осознанном уже возрасте? Смотрите, сейчас вообще тенденция как бы такая, что вот лыжный спорт такой более стал популярным. Потому что вот у нас алмаз появился, да, трасса всегда готова. То есть, есть инфраструктура, есть, можно где отдохнуть, там, сходить рядом, экопарк тот же, там, погулять. Вот. В зимний период больше что отталкиваетесь? Холодно. Да, летом у нас холодно, нет, как бы комфортно, выходишь, катаешься нормально. И второй момент, если летом более-менее технику поставил, зимой уже проще будет намного. И такой момент, лыжный спорт вообще в Рязанской области на каком сейчас, скажем так, этапе? Это развитие или хотелось бы каких-то больших движений? Да всегда хочется больших движений. На уровне развития, конечно, у нас везде на уровне развития. Вот развивается потихонечку, потихонечку, маленькими шажочками. Конечно, хочется сразу, чтобы раз, и все было. Но так не бывает. Раз уж сейчас лет, и еще такой вопрос задам. Насколько я понимаю, что в лыжных гонках в сознательном возрасте старше 25, если человек пришел и начал заниматься, то уже сложно куда-то там пробиться. А вот лыжероллеры – это более возрастной вид спорта, и частенько мастерами становятся и те, кому 50 и так далее. Почему так? Ну, есть 50 лет, год три шли назад, по-моему, выполнил мастер спорта. Ну, я говорю, там лыжный спорт все-таки это сложно такой вот, но выносливость, прям функция должна быть очень хорошо развита, силовые качества очень должны быть, прям верхнеплечевой развиты. Лыжероллеры конкретно вот эти вот скоростные, то есть там в основном мастарты проводят. Проще усидеть в пилотоне, то есть очень высокие скорости, не так тяжело. Технику поставил, уже более-менее как бы можно где-то зацепиться. Поэтому вот многие у нас в Рязани, то есть выполняли в лыжероллерах именно, но они являются мастерами спорта по лыжным гонкам, потому что комитет, он относится к федерации. Комитет лыжероллера относится к федерации лыжных гонок, и присвоение идет такое, что мастер спорта пишет по лыжным гонкам. То есть, если на лыжероллерах выполнили, то это мастер. Да, это мастер спорта по лыжным гонкам, или международник, как там. Единственное, ЗМСов у них нет. Ну, и теперь о тренировочном процессе. Вот, допустим, у вас много воспитанников разных возрастов, от детей до взрослых. Чем сейчас летом занимаетесь во вне сезона? Помимо лыжероллеров, как еще проходят тренировки у лыжников? Бег, много бега. Бег с имитацией, такая специфическая работа, достаточно, это когда с палками, с лыжами прыгают в подъем. Много силовой работы, технику работы именно на земле, то есть координации движений. Силовая. В играх очень хорошо развивается тоже всякие качества, скоростные. То есть масса всего, масса. Тоже можно применять велосипед, велосипед много крутим. Некоторые любят там байдарку грезти, плавать. То есть много чего можно использовать. И какие планы, скажем так, на этот летний, осенний сезон? Какие соревнования, может быть, своих воспитанников куда-то готовите, помимо вот на выезд? На выезд, ну там будут, я конкретно не готовлю на выезд. Никого. То есть у нас в Рязани будет проходить вот этап Кубка России раз, потом в Рязанской области будет проходить, как не всероссийский, тоже из фестиваля лыжерольных дисциплин, марафон, марафонская дистанция. Для взрослых, для детей тоже длинные дистанции. Ну и соответственно, что у нас, чемпионат области, чемпионат первенства области и города будет осенью проходить. Ну это традиционная, да? Так же она будет в песочне, как и всегда? Нет, песочня у нас давно, она уже не проводится. Будет проводиться на Алмазе все. Все теперь на Алмаз переехала. Если поговорить конкретно о вашей личности, вы сам мастер спорта по лыжным гонкам. Какие еще титулы и достижения в спорте есть? Мастер спорта по лыжным гонкам, победитель, призер марафонов всероссийских. Один раз даже международным был призером. Какие еще? Айронмен. Не каждый проходит. Вот об этом опыте интересно было бы услышать. Зачем вам это было? Есть такое. Ну это больше такое вот смогу-не смогу, самопреодоление. Попробовать, что это такое вообще, как это зайдет. Ну попробовал. Ну и как зашло? Ну неплохо, неделю отходил, а так в принципе нормально. Можно. Ну на самом деле я особо не готовился к этому. Поэтому если нормально подготовиться и с умом подойти ко всему, то можно нормально пробежать без последствий особых. Ну насколько мне известно, некоторые из тех, кто приходят в лыжные гонки, потом неизменно либо к триатлону, либо еще к чему-то такому выносливо-скоростному приходят рано или поздно. Не все. Ну большинство есть такое. Потому что в любом случае такой вот момент присыщения, прям надоедает все. Как бы одна и та же работа. Хотя я бы не сказал, что прям одна и та же работа в лыжных гонках все-таки. Да, разнообразие. Для этого там разнообразности много хватает. Но не все к этому, то есть не все используют эти методы. Некоторые просто лыжероллеры катают, либо просто бегают. То есть надоедает очень быстро. Поэтому начинается там куда-то, куда податься в триатлон, там может быть еще куда-то там. Но в плавании пока не было такого еще. Но в бег просто уходит, ребята. А еще марафон. В каждом из направлений он, насколько я понимаю, разный. То есть в лыжах это одна дистанция, в беге это другая. А в лыжероллерах это сколько? Вот вы упомянули о марафоне на лыжероллерах. Ну, 50 обычно, так же, как и на лыжах. Но там и сверхмарафон также есть. Вот, допустим, в Воронеже проходил. Сейчас, не знаю, проходит. Нет. Раньше я бежал тоже 100 километров, допустим, из красных роллерах. 60 проводится. То есть разные дистанции. Ну, вот если брать из нормативных вот таких дистанций, то есть официальных, 50 километров это лыжероллерный марафон. Среди детей популярны ли сейчас лыжи, лыжный спорт? В сравнении с тем временем, когда, допустим, вы начинали заниматься. Ну, сейчас, мне кажется, не так все популярно, как тогда было. Потому что сейчас много всяких разных соблазнов. Где-то и кружков каких-то, и отделений других совсем не связанных со спортом. Ну, так особо прям вот интерес не упал. То есть детей все равно много. Приходят, занимаются. Особенно после последней Олимпиады интерес чуть-чуть возрос. Плюс еще и возрос интерес у взрослых. То есть стали взрослые приходить. Приходите, смотрите. Очень интересные, увлекательные соревнования. Многие, я знаю, не видели, что это такое. Многие с тех пор думают, что лыжероллер – это лыжи с колесиками. К лыжам приделывают колесики и катаются. Ну, посмотрите заодно, что это такое. Спасибо, Дмитрий Владимирович, что пришли к нам в студию. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.